Германефти Итак, продолжая разговор о германефтике, о толковании Священного Писания, мы должны сказать о том, что мы не первые, кто заинтересовался вопросом толкования. На протяжении всей истории, не только христианства, но и иудаизма, священные тексты толковались. Вот нам с вами есть чему научиться у тех людей, которые в свое время занимались толкованием Библии. Этот обзор будет очень коротким. Я думаю, за полчаса, может быть за 45 минут, мы займем еще после перерыва, минут 15, всю историю мы пройдем. Хотя об этом пишутся огромные книги. Мы отметим с вами лишь те моменты, которые сыграли особую роль, которые имеют особое влияние на наше с вами сегодняшнее толкование. Но начинать нам, конечно же, нужно с толкования, которое было распространено еще у древнееврейских учителей, у древнееврейских раввинов. Как вы помните, уже в книге Ездры мы видим, как читается и столковывается Слово Божие. Иными словами, реалии жизни еврейского народа изменились. Они живут в другой стране, они живут в другой политической ситуации, в другой социологической ситуации, социальной ситуации. И, соответственно, возникает необходимость толковать, разъяснять то, что написано в Слове Божьем, то, что написано в законе Моисеевым. К сожалению, эти толкования очень часто уходили от самого библейского текста. Более того, толкования становились куда более важными, чем сам библейский текст. Откроем Евангелие от Марка, 7 глава. Евангелие от Марка, глава 7. Иисус беседует с фарисеями, вернее так, фарисеи начинают обвинять Иисуса и его учеников. И Иисус отвечает на их слова, которые даже ему напрямую еще не высказаны. Они между собой об этом говорят, или они об этом говорят его ученикам. Прочитайте, пожалуйста, начало 7 главы, вот эту беседу между Иисусом и фарисеями, учителями закона. И скажите мне, пожалуйста, да, прочитайте про себя. И скажите мне, пожалуйста, какое отношение эта беседа имеет к герминевтике. Вам пару минут дам, чтобы подумать над этим. Что толковали фарисеи, каким образом их подход исправляет Иисус? Да. Да. Пожалуйста, кто-то готов уже ответить. Давайте, конечно. Мне кажется, здесь у фарисеев, у книжников произошел момент смещения фокуса. Они старались исполнить букву закона, то есть предписание старцев, да, отцов церкви, как они говорят, или кого-то. Ну, для них это не являться церкви, конечно. Да, 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 старцев. Подождите, так, букву закона или предписание старцев? Предписание. По поводу чего? По поводу исполнения обрядов. Обряда какого конкретнее? Омовение. Ну, омовение. Омовение. По поводу понятия о чистоте. Ритуальная чистота. Так, итак, вопрос о ритуальной чистоте. Чистоте. Значит, понятие чистый, нечистый. На что ссылаются фарисеи в своем требовании об омовении рук? На закон Моисеев? Нет. На предание от этих. На свое предание, совершенно верно. Значит, Иисус и его ученики не омывают руки, они не следуют преданию, а значит, Иисус не настоящий учитель, уж тем более не Мессия. Хорошо. К чему возвращает их Иисус? Каким словам из священного писания возвращает их Иисус? К словам пророка Иисус. Так, прочитайте. Люди сидят, ждут меня устали, сердце же и далеко отстает от меня. Значит, они приступают к нему с, скажем так, с мнением старцев, с мнением отцов, ну не отцов церкви, да, а учением старцев. Он отвечает им пророчеством Исаии. А что дальше происходит? Что он еще говорит об их состоянии? Они чтут это тщетно, учениями, запятями человеческими придерживаясь, но сердце их далеко от Бога. То есть, они не смотрят на формальное исполнение тех или иных обязанностей, и понятие о чистоте у них вещественное, внешнее, но не внутреннее, не сердечное. Вот это почитание буквы закона стало, пожалуй, основной характерной чертой иудейского толкования Библии. Постараться исполнить буквы закона, пренебрегая духом закона. Более того, чтобы исполнить буквы закона, надо четко понимать, что является нарушением закона, а что не является нарушением закона. В частности, вы помните, мы с вами уже говорили, когда Иисус исцеляет больного, Иисус исцеляет расслабленного, в пятой главе Ивангриата Иоанна об этом написано, он берет свою постель и идет, потому что Иисус ему сказал. Дальше говорится, а была суббота. И вот фарисеи к нему подступают и говорят, что нехорошо, не гоже тебе брать постель и ходить, потому что по закону Моисеева нельзя было работать в субботу. А теперь смотрите дальше. Закон интерпретируется. Что такое работа? Ну вот вопрос. Вот носить дерево – это работа или нет? Ну, конечно, работа. Всякие, кто пытался носить бревна, носил бревна, допустим, для строительства, знают, что носить дерево – это серьезная работа. Значит так, носить бревна – серьезная работа, носить дерево – серьезная работа, а, соответственно, дальше носить всякое дерево – серьезная работа, а в кровати, которую взял этот самый Расслабленный и понес, среди прочего было дерево. Значит, Расслабленный сделал что? Он приступил к закону. Какой закон? В формулировке Моисея нет в уточненной, доработанной формулировке фарисейских и иудейских учителей. Он носил дерево, соответственно, он приступил к закону, соответственно, тот человек, который ему сказал, возьми свою постель и ходи, виновен в чем? Да в том, что он потребовал от этого бывшего Расслабленного нарушение закона. Понимаете, какая связь? То есть, а как может быть учителем, как может быть Мессией тот, кто требует нарушения закона? Еврейское толкование очень часто сводилось именно к буквальному пониманию. И нужно было сказать, что является нарушением закона, а что не является. Нужно было описать разные случаи, разные ситуации. А если так, то это можно. А если так, то это нельзя. И вот отблеск, отголосок вот этой традиции толкования мы с вами наблюдаем и сегодня. Например, девушка подходит к пастору и говорит, скажите, пожалуйста, а вот короткую юбку носить, это вот грех или не грех? Он говорит, ну смотря какую. Она говорит, ну вот такой-то длины. А это не грех. А если чуть поменьше, а это грех. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3wtvseminary.com Да, а где грань? А вот татуировку сделать, или там пупок проколоть, или татуировку сделать, это грех или нет? Ну вот смотря какую татуировку. А какую можно? А вот такую можно. А серьги? А вот это зависит от того, какого они размера, из какого они материала. Если они очень дорогие, золотые, то это еще грех, потому что это вызывающе. Если они не очень дорогие, понимаете, что происходит? То есть, да, а музыку можно слушать? Современную музыку? Ну, кто-то скажет, нет, никакую современную нельзя. Музыку слушать, христианская музыка кончилась с началом 20 века. А кто-то скажет, можно, только не рэп. Кто-то скажет, можно рэп, только христианский. Кто-то скажет, можно рэп, M&M, тоже можно. Только следить, чтобы не матерился. M&M, песня. А кто-то скажет, ну, поскольку вы не понимаете, когда он матерится, то вам этого ничего плохого не будет. Но смысл даже не в том, какой ответ конкретно мы отдаем на этот вопрос. Смысл в том, что заповедь библейская распространяется, усложняется, конкретизируется, и потом становится главнее буква, чем дух. Человек начинает перечислять правила и применять в данном конкретном случае. А потом переносить на другой случай. Говорит, так, вот здесь правила нарушены. Нарушена буква закона. Значит, вот эта ранняя иудаистская интерпретация ознаменовалась двумя моментами. Во-первых, внимание к букве. В общем, серьезное внимание к букве. И, во-вторых, усложнение, добавление о том, что Иисус потом говорит, что люди, что учителя закона возлагают на других непосильные ноши. Они возлагают на других ноши, которых сами не могут носить. Опять-таки, сегодня это бывает. Это бывает не только в вопросах одежды, не только в вопросах музыки. Это бывает, например, в вопросах о пожертвовании. Один из таких моих любимых вопросов, которые в связи с этим задают. И очень хорошее, законническое рассуждение тут можно устроить. Вот мы, когда рассчитываем десятину, это 10%. А это 10% до налогов или после налогов? Это хороший вопрос. Такой, позаконничать можно по полной программе. А мне тут человек спросил, скажите, а вот с бонуса десятину давать надо или нет? Для тех, кто не знает, бонус это 13-я зарплата. Большая иногда, дополнительная зарплата, которую получает сотрудник по результатам деятельности компании в конце года. И он говорит, тот человек, который мне задал такой вопрос, он говорит, с одной стороны надо, потому что это мой доход, и я должен дать десятину. Но с другой стороны, ведь бонус это особое благословение. Почему я должен давать десятину с особого благословения? То есть, ведь Бог хочет, чтобы я это себе имел, наверное, и на нашу семью. Это вот я молился, и он ответил на молитву. Если он ответил на молитву, зачем я должен возвращать? Я говорю, подожди, а все остальное это не особое благословение? Вот, но тут, знаете, такой трактат можно написать по полной программе. Вот во времена Иисуса иудейская герминевтика была именно такой. Также решались и вопросы, и другие вопросы жизни. Я приводил вам пример о том, как спорили учителя закона, в каких случаях можно разводиться, допустим, с супругой, по всякой ли причине. Помните, к Иисусу подходят и спрашивают. А люди спорили о том, что значит убивать. Вот, если ты человека довел словами, довел оскорблениями, упреками до такого состояния, что он на себя сам руки наложил. Вот ты виновен в убийстве или нет? Строго говоря, нет, потому что это он виновен. А то, что ты слова ему говорил, всякие неприятные пакости делал, так это ему нужно было прочнее быть, значит, закаляться человеку нужно было. То есть, ты как бы ни при чем. Почему? То есть, да, но это по букве. По духу, конечно, ты виновен. Именно это указывает Иисус на горной проповеди. Книжники, учителя закона занимались герменевтикой. Они занимались толкованием. Обязательно. А это слово они к себе не использовали, оно такое языческое, понимаете, слово, как вы помните, да? Но, естественно, они этим занимались. А помните, как иудеи переписывали Священное Писание? Проверялась каждая буква. Цена была каждая буква, цена была их расположения. И вы помните также, что в еврейском языке существовало, что буквы имели цифровые значения. Ну, примерно так же, как римские цифры. Да, ведь римские цифры, это же буквы латинского алфавита. Но буква И латинская, или английская Ай, значит один. Буква Ви латинская, или В латинская, пять. Экс латинская, и экс английская, икс латинская, десять и так далее. В еврейском языке это тоже было. И вот ранние толкователи, а потом уже средневековые толкователи, которые занимались так называемой каббалистикой, занимались в частности тем, что рассчитывали сумму цифр, различных библейских слов. Иными словами, вы помните, поскольку буквы соответствуют определенным цифрам, то можно посчитать, допустим, сколько, к чему равна цифровая сумма букв, которые содержатся, скажем, в имени Авраама, Исаака, еще кого-то. В любом другом слове. Иногда у них получались интересные вещи. Например, вы помните, кто такой Елиезер? Помните? Слуга Авраама, Елиезер. Так вот, в его имени, значит, если посчитать сумму букв в его имени, получается число, сейчас я найду, 318. И нам с вами это ничего не говорит. Ну и ладно, 318 и все. Но в Библии говорится, что у Авраама было 318 рабов. Значит, слуга Елиезер, его имя в сумме чисел равно 318, но у Авраама было 318 рабов. Значит, и, соответственно, комментаторы, еврейские комментаторы делают из этого вывод, что Бог таким образом хотел донести до нас, что Елиезер для Авраама имел такую же ценность. Один слуга имел для него такую же ценность, как все его рабы. То есть, каким образом сделан вывод? Посчитали буквы, посмотрели цифровое значение, и это цифровое значение совпало. Таких примеров на самом деле много. Если вы возьмете еврейские толкования Священного Писания, вы найдете немало интересных вещей. Со многими из них вы согласитесь. Например, 7 дней творения. 6 дней и последний день для отдыха. Первые 3 дня. А и в начале первой главы Бытия говорится, что земля была безвидна и пуста. В первые 3 дня Бог решает проблему безвидности. Он сотворяет небо и землю. Он ставит твердь, отделяет сушу от воды. То есть, разбирается с безвидностью, формирует то, что наполняет этот мир. Это первые 3 дня. Первый, второй, третий. В 4, 5, 6 день Бог решает другую проблему. Проблему пустоты. Значит, безвидны и пуста. Это как бы такое предисловие. Первые 3 дня решается проблема безвидности. В 4, 5, 6 день то, что Бог создал, Он наполняет. В первый день что создал Бог? Помните? Небо и землю. В 4 день что Он создал? Светило. Солнце и луну наполняет небо и землю. И так далее. Первый параллельен 4, второй параллельен 5, третий параллельен 6, и седьмой день, завершающий день творения. Это отдых, венец всему. Вот эти иллюстрации, эти примеры впервые появились не у христианских, а именно у иудейских комментаторов. У иудейских гамилетов и экзегетов. Скажите, пожалуйста, а вот то, что я вам сейчас показал, вот этот параллелизм дней с 1 по 3, 4 по 6, первый параллельен 4, второй, пятому, третий, шестому, и потом все это венчается седьмым днем. На что это похоже? Особенно это вопрос к тем, кто был на курсе по методам изучения Библии. Это похоже на структуру еще чего-то. Пирамиду немножко, да? А из библейских текстов на что это похоже? Ну, псалмы. Помните, мы с вами обсуждали, как устроены псалмы, в частности, мы смотрели. Первый псалм, 18-й псалм. Мы видели параллелизм, мы видели внутренний параллелизм, мы видели вот эти завершающие стихи, которые завершают псалм. То есть, это общая структура, это некий общий способ мышления. Вот еврейские и иудейские экзегеты были очень и очень внимательны как раз к таким тонкостям, к буквальности. И были в этом и положительные, и отрицательные черты. С одной стороны, буквальное оттолкование позволило им быть невероятно аккуратными, осторожными с библейским текстом. С другой стороны, они уходили от библейского текста и стремились обеспечить исполнение буквы закона, игнорируя дух этого самого закона. Найти лазейки. Как по букве закона остаться непорочными, даже если это нарушает дух заповеди? Даже если это нарушает дух закона? Вот этот момент, на самом деле, потом продолжал развиваться и дальше. Более поздние еврейские и иудейские комментарии еще больше погрязают в этом самом буквализме. Даже в тех случаях, когда нужно бы обратить внимание на духовную сторону вопроса. Ну и желание складывать суммы букв, рассчитывать числовые значения, объединить математику и герминевтику, это очень частое, очень распространенное желание, очень распространенное стремление иудейского, богословие иудейского комментария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok